В середине 90-х годов в Петербурже Владимир Левин проник во внутреннюю сеть американского банка и сумел перевести 10 миллионов на счета в США, Финляндию, Германию, Израиль и Нидерланды. Почти все переводы были заблокированы, не нашли только 400 тысяч. Сообщники выдали россиянина. Левина арестовали в марте 95-го года в Лондоне, а через три года приговорили к трем годам лишения свободы. Согласитесь, получить три года тюрьмы за 10 миллионов долларов, оно того стоило. Команда самого известного спамера интернета Валдира Алмейды в самый лучший свой период рассылала 3 миллиона спам-писем в день. По разным оценкам, ему удалось похитить с банковских карт 37 миллионов долларов. Кража денег производилась при помощи троянов, которые проникали в устройство пользователей онлайн-банкинга из писем. Действовала группа из 18 человек. От действий мошенников пострадали не только обычные люди, но и несколько банков. Москвич Дмитрий Смелянец по прозвищу Смелый и его группировка 7 лет проникали в данные более 10 американских и международных корпораций, нанося ущерб в сотни миллионов долларов. Им удалось взломать систему безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 миллионов кредитных карт и сняты средства с более 800 тысяч банковских счетов по всему миру. ФБР удалось одержать Дмитрия в Голландии. Также еще 4 гражданина Украины объявлены в розыск. Пожелаем им удачи. Компьютерный червь Stuxnet в 2010 году успешно атаковал и частично вывел из строя ядерную систему Ирана. Осенью вирус заблокировал работу ядерного центра, при этом скопировал запись систем видеонаблюдения и прокрутил ее во время операции, чтобы служба безопасности ничего не заподозрила. Поскольку атака оказалась успешной, возникло предположение, что это разработка спецслужб США. Эксперты лаборатории Касперского увидели в исходном коде червя прототип ядерного оружия, который мог уничтожить Землю. В январе 2012 года был закрыт сайт Mega Upload. В знак протеста группировка Anonymous провела крупнейшую в истории ДДОС-атаку. На несколько часов были выведены из строя сайты ФБР, Белого дома, Министерство юстиции и еще несколько десятков федеральных сайтов. В апреле 2013 года Anonymous атаковали более 100 тысяч израильских сайтов. Общий ущерб от атаки оценен в 3 миллиарда долларов. Акция стала ответом на операцию «Облачный столб», когда Израиль ударил по сектору газа, устроив огромный террористический акт. Также хакеры во время украинского кризиса периодически подвергают мощной атаке правительственные сайты России и сайты российских СМИ. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok